Вот уже неделю у владельцев квартир дома номер 14 в поселке Литвинова нет электричества, что в принципе не так удивительно, если учитывать, что здание до сих пор не сдано в эксплуатацию. Де-факто строительство завершено уже больше года, однако из-за финансовых проблем застройщик не может как следует подвести коммуникации. Тем временем, несмотря ни на что, более 60 квартир уже заселены по актам приема-передачи. Люди делают ремонт и даже живут. С предложением решить проблему с электроснабжением, хотя бы временно жители обратились на прием к руководителю администрации Щелковского района. Мы обратились с помощью того, каким образом возможно заключить субарендный договор на возобновление поставки электроэнергии в связи с тем, что документы на право собственности и на проживание мы не имеем на руках. Выслушав жителей, руководитель администрации Щелковского района принял решение провести совещание 26 ноября с приглашением энергоснабжающей организации «Восточные электросети», представителями компании-застройщика и инициативной группы жителей. В рамках собрания планируют подробно обсудить возможность заключения временного договора на поставку электроэнергии и дорожную карту сдачи здания в эксплуатацию. А вот дом номер 54 в селе Трубину отнюдь не новый. Жители Ветхого фонда обратились с просьбой провести капитальный ремонт. Руководитель администрации взял вопрос на контроль, однако отметил, что эффективнее будет здание расселить. Мы сможем в область договориться построить 5-6 этажей, чтобы все-таки снести все это старье и поставить там трехсекционный дом. Обсудили в рамках приема и вопросы благоустройства. Укладки асфальта на улице Молодежной в селе Трубино жители ждут уже давно. Приступаем к улице Молодежной. Я уже все отрегулировал. 307 погонных метров, ширина 3,3 ширина. Я ему сделал заявку, сказал, что вторник, среда, я приступаю. Вспомнить доложить 321-15. Также в рамках приема были озвучены вопросы имущественных и земельных отношений. Всего на встречу с руководителем администрации Щелковского района пришли более 20 жителей Трубинского поселения. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания Щелково.